И снова здравствуйте! Сегодня у нас с вами будет очень интересная тема. Итак, смотрите, кто ко мне пришёл. Зайка. А зайка необыкновенный пришёл. Он у нас принёс, посмотрите, целую корзину чего-то интересного. Что же в этой корзине? Давайте-ка мы с вами посмотрим, что же здесь такое. Яблоко убежало. Здесь у меня лежат овощи и фрукты. Ох уж этот зайка! Не мог сам разложить все овощи и фрукты. Ну что ж, ребяточки, давайте-ка мы вместе посмотрим, что он нам тут принёс. Итак, садись рядом с зайка, а мы будем с детками смотреть, что же ты нам принёс. Посмотрите, ребята, что это такое. Это морковка. Морковка. А какого она у нас цвета? Оранжевого. Морковка. Так. А это что такое? Яблоко. Оно у нас зелёное. Яблоко. А это что такое? Это у нас помидор. И он у нас красный. Так. Что же тут такого ещё? А это что такое? Это у нас мандарин. Хм. Зайка, что ты мне принёс? А это что такое? Ух ты! Это перец. Красный. Так, я ещё здесь что-то нашла. Смотрите, что это? Огурец. Он у нас зелёный. Зайка, да ты тут ещё что-то мне принёс? А это что такое? А это у нас лимон. Лимон. Хм. Как, детки, эти все предметы можно назвать одним словом? Ну-ка, скажите мне, пожалуйста. Если кто-то и догадался, вы правы. Фрукты и овощи. Так, скажите-ка мне, пожалуйста, а какие ещё овощи вы знаете? Вот мне тут зайка подсказывает, что он ещё знает. Капусту, кабачки, баклажаны, сливы. Сливы. Угу. Апельсины. Прекрасно. А знаете что? А давайте-ка мы с вами... У меня есть вторая корзинка. Давайте-ка мы с вами разложим в две корзинки всё, что нам тут наш зайчик принёс. Итак, что же такое мандарин? Это фрукт. Давайте мы его сложим в корзиночку. Вот тут у меня мандарины. И ещё, и ещё, и ещё мандарины. Так, а яблоки у нас что это такое? Тоже фрукт. Я его тоже в корзиночку положу. Давайте. У меня тут много яблок. Вон, как много. Смотрите, яблоки. 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 Я их складываю. И тут у меня есть ещё один мандаринчик. Я его складываю к фруктам. И у меня есть ещё лимон. Лимон. Я его тоже положу к фруктам. Здесь у нас фрукты. Уберу корзиночку с фруктами. Здесь у нас остались овощи. Давайте я туда положу овощи. Морковку. Помидоры. Огурец. Перец. Перец. Это у нас овощи. Овощи. Так. А давайте мы сейчас с вами сделаем из капусты с морковкой салат. Знаете такой? Мы с вами будем ручками играть. Смотрите. Приготовили ладошки. Мы сейчас будем резать капусту. Приготовили ладошки. И мы будем делать вот такие вот движения. И такие слова будем. Мы капусту рубим. Рубим. Рубим капусту вот так ладошками. А дальше. Мы морковку трём. Трём. А дальше. Мы капусту мнём, мнём. Мы капусту солим, солим. Мы капусту снова мнём. И её мы в баночку кладём. Вот такой у нас стишок про капусту. Так. А кто знает, где растут фрукты? Я думаю, что вы знаете, что все фрукты у нас растут на деревьях, а овощи у нас растут на грядке, в огороде. Какие-то овощи растут на кустиках, как перец он висит на кустике, а морковка у нас растёт в земле. Итак, я вам расскажу маленькое стихотворение. Есть у нас огород, и морковка там растёт под землёю, вот такой вот высшины, вот такой вот нежины. Вот такой вот ширины, ты, морковка, поспеши, вместе с нами попляши. Так, а вы знаете, что во всех фруктах и овощах очень много полезных веществ? В них очень много витаминов. Вот наш зайка очень любит капусту, морковку, иногда кушает огурчики. И он растёт здоровым, весёлым и крепким. Такой у нас очень весёлый у нас зайчик. У него очень много друзей. У него среди друзей даже есть мишка, который тоже любит яблоки с мёдом. Но, знаете ли, ребята, что прежде чем съесть любой фрукт или овощ, что нужно сделать обязательно перед тем, как его съесть? Правильно. Мало того, что помыть руки, себе руки. Так ещё и обязательно нужно помыть фрукт или овощ перед тем, как его кушать. Потому что на нём много грязи. Они грязные. А что случится, если мы съедим грязные овощи или фрукты? Правильно. Мы можем заболеть. Потому что на грязных овощах и фруктах очень много микробов. А что ещё надо делать, помимо того, что мы моим овощи и фрукты? Обязательно не забывать мыть руки с мылом перед едой. Сейчас ещё после того, как вы приходите с прогулки с улицы, обязательно мыть руки. После всяких процедур мы моем руки. После рисования мы моем руки. И после того, как мы с вами делаем аппликации, мы тоже должны помыть ручки. Потому что на них много микробов. А теперь посмотрите. У нас зайка тоже умеет умываться. Он моет щёчки. Он у нас моет ушки. Ушки. И он моет лапки, лапки, лапки. Носик, носик, носик. Ротик, ротик, ротик. Он тоже умеет умываться. А вот теперь смотри. Давайте мы с вами поиграем в такую игру. Называется «Чистюля». Итак, руки. Руки мыли, мыли, мыли. Ушки мыли, мыли, мыли. Глазки мыли, мыли. Носик мы помыли. И теперь мы чистые, как зайчики. Пушистые. Зайка знает, что вы все чистюли. Вы знаете, где растут овощи. Вы знаете, где растут фрукты. Вы умеете мыть руки. Вы умеете мыть носик. Вы умеете мыть щёчки, ушки. Глазки. И вы знаете, какие полезные бывают фрукты и овощи. И что в них очень много витаминов. А теперь давайте-ка мы с вами перед тем, как пойти помыть руки, сделаем маленькую поделку. Итак, посиди-ка, зайчик, здесь. А я деткам покажу, что нужно сделать. Нам нужно взять листочек бумажки и положить перед собой. Вот так. Положим. Дальше у нас есть вот такие полосочки. Попросите маму помочь вам нарезать пять полосочек разного размера. Одна меньше другой. У меня их пять. Опять мы берём с вами опять клей, берём кисточку и мы с вами намазываем клей с обратной стороны. Кисточкой аккуратно мы намазываем клей. Давайте я сделаю так, чтобы вам было видно хорошо всё. Мы намазали клей. И теперь смотрите, что мы делаем. Мы берём и склеиваем морковочку вот так. Вот так. А теперь мы немножечко помажем клеем на нашем листочке. И мы приклеиваем нашу морковочку. Вот так. Вот так. Оп. Что-то у меня тут не приклеилось. Так. Вот. Приклеили первую часть. Дальше мы берём другую. А здесь мы мажем только с одной стороны. Чуть-чуть с одной стороны. И с другой стороны. Вот так. Мы с вами приклеиваем вот так дальше нашу морковочку. У нас смотрите, какие получаются колечки. Потом берём ещё меньше. И опять же мы с вами клеим только с двух сторон. С двух сторон клеим. И снова вывернули шариком. Вот так. И снова мы приклеиваем. Переворачиваем. И вот так вот клеим снова. У меня уже третье получилось колечко. Теперь мы берём ещё меньше полосочку. И опять с двух сторон намазали. И снова вывернули шариком и приклеили. Приклеили морковочку нашу. И берём последнюю полосочку. Опять так же мы склеиваем. Так. И снова мы её выворачиваем и приклеиваем на бумажку. А теперь мы берём и ручкой прижимаем морковочку прямо на листочке. И она у нас получается вот такая. А теперь нужно взять бумажку, та, которая вот так вот тянется. Она тоненькая. Для этого мы должны её всю помять. Мы берём много-много-много таких бумажек. И просто мы её мнём. У меня вот их много-много здесь. И мы мнём-мнём бумажки. Мнём бумажки. И так. Эти бумажки нужно помять. Их должно быть много-много. Они должны быть все разных размеров. Вот как вам нравится, так вы умнёте эти бумажечки. Смотрите, сколько я уже тут намяла. Много-много. Не забудьте, что нам ещё нужен будет клей. Это мы всё ещё сейчас будем приклеивать. Но мы будем приклеивать. Это очень интересно. Мы не будем каждую эту бумажку смазывать клеем. А мы берём с вами клей. Я вам сейчас показываю. Берём клей. И делаем несколько веточек красивых. Вот так. Видите, как я сделала? Клеим. И теперь мы берём наши зелёные веточки. И просто в разном порядке приклеиваем на этот клей. Приклеиваем. Весело. Они у нас должны быть в разном порядке. Не обязательно. Они должны быть всякие разные. Разного размера. Не бойтесь, прямо в клей их кладите. Приклеивайте. Они должны быть всякие-всякие разные. Если у вас остались лишние, вы можете себе добавить веточку и их приклеить. Посмотрите, какая замечательная морковка у нас с вами получилась. Мы всегда будем знать, прежде чем кушать морковку, мы её должны помыть, а лучше почистить. Потому что на грязной на ней содержится очень много микробов. А на очистую мы можем спокойно употреблять в еду. Даже сырую. Итак, мы сегодня с вами узнали, что у нас существует много фруктов и овощей. Что фрукты у нас растут на деревьях, а овощи растут на огороде, на кустах или под землёй. Все они очень полезные. Но прежде чем кушать, их обязательно нужно мыть. Как и ваши ручки. На этом я с вами прощаюсь. Мы с вами сделали прекрасную поделку. Прекрасную морковку. Я с вами прощаюсь до следующего занятия. И желаю вам хорошего дня. И крепкого здоровья. Кушайте больше фруктов и овощей, чтобы быть сильными, крепкими и здоровыми. И наш зайчик, так же как и я, мы прощаемся с вами. До следующего нашего занятия. До свидания, ребятки.